так надо сказать пока помню пока держу в голове ребят после моего перерыва в голову мне пришла такая теория относительно вот всех событий которые произошли в игре относительно героев которые с которыми мы уже повидались давайте начнем с первого что у меня бум на бумажке себе пометил теория относительно кэтрин события которые происходят в игре вот это ну таинственные вот эти события связанные с отцом главного героя я предполагаю что они как-то связаны с кэтрин то есть в каком ключе насколько я помню у главного героя у никола отец инженер какой области правда непонятно и на чем он работал но и рискнул предположить что у этого отца инженером отца инженера да появился какой-то продукт ну как продукт ну назовем его какой не каким-нибудь знаете условным предметом под этим условным предметом может быть все что угодно это могут быть деньги это могут ценные бумаги там могут быть какие-то сведения и так далее какое-то знание не знаю вот но назовем его условным предметом вот и в игре есть третья сторона которая но собственно говорят как то связано с преследованием главного героя которому которым нужен этот самый условный предмет. И в качестве рычага давления сюда засылают Кэтрин. Почему выбор пал именно на нее? Потому что она раньше состояла в отношении с главным героем, соответственно, она его хорошо знает. То есть, рискнув предположить, что Кэтрин это такая, как сказать, не то чтобы шпионка, наверное, громко сказано, а скорее такая засланница, что ли, у которой стоит конкретная задача получить вот этот самый условный предмет. И не важно, каким методом. Может быть, она его сейчас, Николай, влюбит в себя обратно. Может быть, она как-то воздействует на главного героя, чтобы тот отдал этот самый условный предмет. Вот есть такое предположение. Сейчас, ребята, услышьте меня. Услышьте. Это всего лишь предположение. Оно, услышьте меня. Оно может быть ошибочно. Далее. И раз это какой-то условный предмет, я рискнув предположить, что это как-то связано с деньгами. Тем более, что в названии игры, видите, есть, присутствует название, ну как название, слово деньги. Любовь, деньги, рок-н-ролл. И это в названии три слова. То есть, мое предположение относительно того, что Кэтрин относится к деньгам, то, скорее всего, условный предмет, это все же деньги или какой-то предмет, который связан с этим. То есть, Кэтрин это деньги. И если перейти так к другим трем словам, любовь и рок-н-ролл, то под любовью я, наверное, рискнув предположить, что это Химитсу, а рок-н-ролл это Элли. То есть, в игре будет, опять же, услышьте меня, это мое предположение. В игре будет выбор, что выберет главный герой. Любовь, деньги или рок-н-ролл все же будет выбирать. То есть, какую-то спутницу в той или иной области. Ну вот, это мое предположение. Но есть еще четвертая девушка, которой я опять забыл как завод. Ну, которая издевается в самом начале игры, которой мы помогли. Вот я рискнув предположить, что она четвертый выбор героя. Это знаете, как в бесконечном лете. Можно выбрать одну девушку, а можно вообще остаться одному. Вот что будет, если выбор четвертой девушки? Это выбор главного героя, который будет олицетворять не выбор вот этих трех сторон. То есть, любви, денег и рок-н-ролла. Вот что, если вот так? Вот это вот все, что я хотел сказать в самом начале. То есть, так сказать, и выговорится то, что то, что было в голове. А то я могу забыть. Так, теперь давайте проверяем. Так, это куда бы это вставить? За кадр, наверное, вставим в самом начале. Так, таймер готов. Микрофон включен. Игра работает. Запись идет. Все. Ребят, здравствуйте. Меня зовут игрок. Любовь и деньги рок-н-ролл называется игра. Мы продолжаем с того же самого места, где и закончили. вперед. Кто сверлит опять, а? Чтобы хоть как-то отлично я самозадвенно отстреливал пиксельных монстров на телеэкране и сам не заметил, как наступил вечер. Это, в принципе, как про меня. Я тоже могу сидеть за компом и не заметить, как наступит вечер. Голод и не тетка. А голод не тетка. И все мои мысли тут же сконцентрировались на еде. Вот бы сейчас еще тарелку того рамена. Горячего, с пыложаром, вкуснейшая лапша, ароматный бульон, кусочки мяса, половинка яйца, зелень и приятности. А, пряности. Приятности. Ну как тут стоять? Никак. Опять телефон. Я бросился прохожей и уже обулся, как вдруг тишину моего дома разрушила резкая трель телефонного звонка. Не буду отвечать, наверняка химицу. А вот я бы тебе не советовал не отвечать. Перед глазами всплыло ее расстроенное лицо. Хотя нет, сегодня она точно отдаст мне побыть одному. Я нехотя снял трубку. Алло. После долгого умолчания до конца послышался знакомый голос. Ичинос. Николай? Это Ичинос обеспокоит. Старый друг отца оказался взволнованным. Я тоже вспомнил вчерашний разговор. Николай, я звоню по поводу давешнего разговора. Я слушаю. Звоню, чтобы сказать про... А, звоню сказать, что Акиру искать не надо. Не надо? Почему? Ты же не... Он остановился на полусловии. Нет, честно говоря, как-то времени не было. Ну и хорошо. До меня дошли сведения, что он... Умер. Умер? С Уэльс и Данасиль свесел детские крики. Последние лучи еще теплого синего солнца приятно горели, а меня прошиб холодный пот. Ичинос и Сан, это же никак не связано с моим отцом. С его работой ведь так? Нет, нет, что ты? Его голос звучал испугивающе. Говорят, сердечный приступ. Он был уже не молод. Вот. Помолчав, он добавил. Все там как-нибудь будем. А, все там как-нибудь будем. Мне очень жаль. Ладно тебе, ты еще вообще не знал. А ты его вообще не знал. Но все равно, если он был вашим другом, другом отца... Да. Мне тоже жаль, что больше ничем не могу тебе помочь. Вы о чем? По поводу работы твоего отца. Акира был последним. Последней. Единственной догадкой. Ничего. Вот так... Вы и так все сделали, что могли. Если бы мне удалось сделать больше. Стандартный японский обмен любезностями уже начал меня утомлять. Как бы там ни было, Чинос и Сан. Если что, вспомните, я буду рад любой информации. Конечно, конечно. Спокойной ночи. Врет же наверняка. Хотя, зачем вражать о смерти человека, если он не умер? Ну, чтобы скрыть это от тебя. Чтобы ты не копался в этом дерьме. А вдруг я брошусь на его поиски и таки отыщу его? Тогда подобная ложь вызовет обратный эффект. Нет, наверное, это просто тупик. Если у меня и получится разобраться во всей этой ситуации, то придется зайти из другого конца и начать все сначала. По ночному Токио будем гулять. Обожаю ночные города. Когда я вышел из Раманной, на небе уже горели яркие огоньки далеких звезд. Как маленькие фонарики, подвешенные высоко над облаками. Кажется, в России звезды ярче всего в конце августа. С океана подул холодный сырой воздух. Я поежился, а на душе тут же стало невыносимо тоскливо. Возможно, где-то в самом центре Токио еще кипела ночная жизнь, но мой район с наступления сумерек засыпал. Улицы пустели. Лишь припозднившиеся прохожие спешили домой, где ждала любящая семья и горячий ужин. Совсем не то, что мой Раман. Если бы я не поссорился сегодня с Химицу, впрочем, можно ли это назвать ссорой? Подожди, а ты поссорился, разве с ней сегодня? Что-то... Подождите, я что-то не припомню такого момента. А что было вчерашним днем в этой игре? Или, вернее, сегодняшним. Так, вчерашние события. Блин, в этой игре столько всего происходит. Я имею в виду, в эмоциональном плане, что даже все это не упомнишь. Может, она на что-то обиделась Химицу или... Ладно. Ни криков, ни битья посуды, ни мордобоя, наконец. Просто натянутое молчание, недомолки и нерешительность. Да, именно нерешительность. Я просто не знал, что чувствую к ней. Особенно сейчас, когда вернулась Кэтрин. Принять ее любовь было бы проще всего, но не сделаю ли я это самым только больнее нам обоим. Будут ли в итоге эти отношения искренними? Или я просто добавлю функцию домработницы, или еще какой-то роль любовницы. А в итоге Химица меня просто возненавидит. Как и я себя. Вот это, на самом деле, глубокая мысль. То есть, главный герой уже начинает колебаться. Что же все-таки выбрать? Химицу или Кэтрин? Я бы на месте главного героя выбирал именно Химицу. Потому что Кэтрин уже, ну, растоптала чувство главного героя. Это, знаете, это как с вором. Если вор украл один раз, ему ничего не стоит украсть еще раз. Вот точно так же, мне кажется, и с Кэтрин будет. Если она бросила тебя еще раз, и ты ее за это сейчас простишь, то она поймет, что это будет сходить ей с рук всегда. Ты же ее любишь. Ну, так делать нельзя, Николай. Ну, это чисто мое мнение. Так. Кто свердит опять, а? Ребят, я надеюсь, что вы не слышите этого. Потому что, ну, вроде как не так шумно, но тем не менее. Таймер, так, таймер работает, все нормально. Впрочем, здравые рассуждения хороши на свежую голову. Пустой дом встретил меня звенящей тишиной и холодом осенней ночи. Блин, как красиво выглядят ночные пейзажи. Прямо очень классно. Я долго стоял рядом с телефоном, не думая ни о чем конкретно. Нет, я точно не собирался никому звонить. Скорее ждал, что позвонят мне. Однако стрелки часов уже приближались к полуночи. Я взглянул на улицу. Ну, в ее окнах было темно. Почему со мной всегда так? Сначала сам отвлекаю, а потом страдаю. Наконец-то меня накинула усталость. И это стало желанным избавлением. Я растянулся на кровати, закрыл глаза и сразу окунулся в ту приятную дремоту, когда знаешь, что вот-вот заснешь. И сейчас кто-то позвонит. Вот как назло. Нет, смотрите, следующий день. 87-й год, 11 сентября. Спасибо, игра, я понял. Мы можем это, это сама дальше играть? Да, можем. Очень долго держится вот этот белый экран с датой. Голос. Вставай. Мне кажется, это химицу. Звенел в голове чей-то голос. Словно по животу делали лоботомию. Вставай, не как он, вставай. Ну? Ну, как знал. Я с трудом открыл правый глаз. Боль резко перескочила в левое полушарие мозга. Ну вот. С обличением вздохнула химицу. Сегодня же суббота. Проворчал я и перевернулся на другой бок. Пятница, вставай. Она начала трясти меня за плечо. Ну, хватит уже. Наконец-то мне это надоело. И я вскочил с постели. Видишь, не так уж и трудно было. Химицу улыбалась. Словно все было в порядке. Блин, химицу, какая приятная девочка. Так заботится о главном герое. Разумеется, логично, ну, в плане вот этой игры выбирать именно ее в качестве спутницы. Ну, блин, ну вот эта девочка Эля, она словно, знаете, свою музыку, она словно пронзила мое сердце. И я хочу ее слышать еще. Хотя парень в очках говорил, что если ты на нее запал и ты выбираешь ее, то с ней будет непросто. Ну, ладно, когда подойдет время выбора, я думаю, все станет на свои места. Я пущу события игры на самотек. Пускай текут, как текут. Я лишь буду что-то выбирать. К чему придем, к тому и придем. Впрочем, а почему что-то должно быть не в порядке? Я посмотрел на часы. В принципе, она придерживается своего привычного распорядка дня. Но почему тогда я чувствую себя так паршиво? Завтракать? Сегодня борща не будет. Так, 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 вот эта картинка мне не нравится. Что произошло? Руки нету, вот эта рука отстойна, рот тоже пропал. Игра багована. Слушайте, а может быть это не демо-версия игры, ребята, а может это какой-нибудь бета-тест? Вот скажем так, а? Вот почему бы и нет? Если это бета-тест, то тогда, возможно, мы даже всю игру пройдем. Ладно, не будем загадывать наперед. Надулась она. Ей-богу, как химячок. Это, наверное, ну, выглядело бы, наверное, знаете, довольно мило и забавно, если бы не было бы так страшненько. Что смешного? Ничего, просто ты выглядишь забавно. Вот так, вот так. Все, больше не уроду, если я химицу. Хорошо? Все. Химицу покраснела и забегала глазами по комнате. Да что-то не видно, чтобы она покраснела. Ну да, забавно. Как хмячок. Смотрите, она даже милая, когда злится. Она топнула ногой, зашипела и быстро вышла из комнаты. Химицу всегда выглядит смешно, когда злится. Согласен. Вот только это все скорее игра. Настоящее чувство и эмоция она привыкла скрывать. И даже я всегда понимаю, что творится у нее в голове в тот или иной момент. О, наконец-то музыка заиграла, приятная. На столе стоял традиционный завтрак в японском стиле. Пожалуй, сейчас не самое время воротить нос и кричать из себя гурмана. Стройте себя, корчите себя гурмана. Так что я сел и молча принялся за еду. И-и-да-да-ки-ма... И-и-да-да-ки-ма-су. Какое-то японское слово. И-и-да-да-ки-ма-су. Стандартная фраза, которую в Японии принято говорить перед едой. Дословно я принимаю. Примерный аналог нашего приятного аппетита. И-и-да-ки-ма-су. И-и-да-ки-ма-су. Я пытаюсь запомнить слово, ребят. Сейчас еще раз. И-и-и-да-ки-ма-су. И-и-и-та-да-ки-ма-су. И пытаюсь быстро его произнести. Идадокимасу 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 Ай Нарочито серьезным тоном Сказала химица Ага Прохрюкал я в ответ с набитым ртом Так Послушайте мотив музыки Музыка передает эмоции и чувства персонажей И она здесь какая-то Неспокойная, она какая-то недобрая Никаку Ты вообще не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг Ну химицу не начинай Кезки точно так же говорил Это почему? Спишь как убитый А если ночью кто в дом заберется и обворует Да что тут у меня брать Я рассмеялся Подавился, закашлялся и вскочил Чтобы налить стакан холодной воды А ворам откуда знать С улиц дом С улиц дом выглядит вполне ничего А ты правда думаешь, что грабителям Что грабители идут на Дело просто так Не разузнав все предварительно И как же они разузнают, а? Как? Как? Не знаю как Или ты считаешь, что я по ночам подрабатываю Дому... Или ты считаешь, что я по ночам подрабатываю Домушника Просто я вчера видела подозрительного человека Тут рядом Подозрительного человека? Да Он что-то высматривал у тебя в окнах Я скептически хныкнул Ахмыкнул И химицу смутилась Хм Или мне показалось За последние дни Чего только не случилось Но нельзя же абсолютно все списывать на Происки врагов народа Тем более в данной ситуации Кажется химицу просто хочет привлечь к себе внимание А вот тут я бы с тобой не согласился, Николай Учитывая то, что за тобой слежка идет И что каким-то третьим лицам от тебя что-то надо И по моему предположению К тебе даже Кэтрин заслали То слова химицу могут быть непустым звуком И непростым привлечением к себе внимания Я бы на самом деле Расспросил бы подробнее Кто тут крутился вокруг дома Я бы хотел Спросил бы химицу Как выглядел в этот таинственный незнакомец Может она разглядела во что он был одет Может он в шапке был Подумайте Я бы спросил Химицу он был в шапке Химицу бы сказала Да Такая круглая шапка была Все Это уже первая зацепка на того Кто за нами следит Уже будет легче и проще опознать того Кто за нами охотится И за нашим Условленным предметом И на то есть причины В последнее время я действительно ее частенько игнорирую Так О чем Вова Хороший вопрос Так А чем он был подозрительным Человек этот твой Которого ты видела Ухмыкнулся я Он немой Химицу встала и Химицу встала с Островением И С Островением И принялась мыть посуду Смотрите как она мило надула ее щечки Вот так Обиделась Эй Ну я ведь не доел Я попытался отнять тарелку с мисом Почти полную надо заметить Тебе все равно не нравится как я готовлю Неправда Химицу Вот сейчас ты вообще не права Я обожаю как ты готовишь Это Николай дурак Он не понимает что он имеет Твоя стрябня это просто самая офигенная еда богов Которую я когда либо пробовал Отдай мне тарелку Завтрак Самый важный прием пищи за весь день Пришлось даже подняться со стула Чтобы таки вырвать свою законную порцию Власть крана текла под таким напором Что разбивать об раковину и текло Что Что разбивалась об раковину и летели брызги во все стороны Вот уже школьная форма химицу намокла И кое где появились смутные пятна Ну а что мне делать В полицию идти Она не ответила Я не верю что тебе показалось Или что ты придумала все это Просто реально жизнь куда сложнее Откуда тебе знать Глупо ответила она Кажется все таки не стоило так упорно Над ней прикалываться Смотрите она попроснела даже Я медленно подошел и обнял химицу сзади Ну извини Тихо прошептал я на ухо Никаку не надо Она попыталась освободиться но не уверенно без усилий Словно не до конца понимаю хочет ли она этого на самом деле Она хочет Но не позволяет себе Что произошло Что произошло Игра свернулась Так Так ребят На секунду буквально остановились Чтобы проверить Не сбился ли захват экрана Так Вроде бы я все проверил Сейчас все должно быть хорошо Так Время обратно запускаем Блин Ну как так можно Такой волнительный момент оборвать Так Ну сейчас все вроде должно хорошо быть Ребят Я чувствую Никакие кнопки вообще не нажимал Я вот только вот ЛКМ щелкаю периодически Чтобы дальше двигаться по сюжету Это все Так На чем остановились Такие проявления близости Не для нас Не были для нас чем-то изрядовым выходящими Ну вообще Если химицу Знаете так Вот помните вот этот момент Когда она там говорила Когда говорилось Ща 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 Подожди Подожди Пыталась вырваться Без усилий Словно до конца не понимая Хочет ли она этого на самом деле Или нет На самом деле она хочет Но японский менталитет Он такой Ну Через воспитание идет То что Японцы себе не позволяют Волю своим горячие чувства Выпускать На воле свои горячие чувства Ну не знаю Ну вот Ну вот Такой вот склад ума у японцев Так они устроены Так Дальше Не знаю Не знаю уж Как на это реагировать Как на это реагировали бы типичные японцы Но химицу привыкла Ну вот я в принципе попытался сейчас Описать Мне кажется У всех японцев была бы такая же реакция А уж я И подавно И только последнее время Я стал замечать Что наши отношения В наших отношениях Что-то начало меняться Может быть потому что вернулась Кэтрин А может просто потому что мы стали Старше И то что было нормально В начальной школе Теперь имеет куда большее значение Ладно Пошли уже А то опоздаем Тем не менее Обрадоваться не было Совершенно никакого желания Я отпустил Я отпустил химицу И отошел на пару шагов Хорошо Только я забегу Переоденусь Как ни в чем не бывало Ответила она Показывая Намокшую школьную форму Ну хорошо Иди переодевайся Я стоял на улице И ждал химицу Типичное утро В этом районе И ничего подозрительного А почему Некоторый текст Печатается курсиво Вот смотрите Вот этот момент Напечатан Так Я надеюсь Да Вроде бы у меня захватывается Указатель мышки Вот почему Вот этот текст написан нормально А вот это вот С курсивом И я Не только сейчас заметил Я замечал это вначале Но Не акцентировал на этом внимание Неужели То что Напечатано вот так вот Курсивом Это как-то важно Уверен что я вчера показалось Впрочем Записки Звонки У меня вдруг стало не по себе Вот Я тебе говорил Николай Не надо Расспроси химицу подробнее Потому что химицу Это ну Первый тебе близкий человек Которому ты действительно Можешь верить И который не стал бы Тебя обманывать Если Даже вот этот старик Ичи Носа Да его зовут Ичи Носа Сенсай Он мог Он мог Ну По глупости Мог тебе что-то наплести И как-то Ну знаешь Обмануть тебя Не специально Лишь с той целью Чтобы уберечь тебя От чего-то Вот химицу Врать тебе не будет Я готов спорить Хотя Кто ее знает Химицу тоже может С целью оберегания Может чего-то Не договаривать Пошли Химицу вышла Из Ворот Из ворот Своего дома В чистой И сухой форме А что нам Разве А что нам Разве Несколько Комплектов Выдавали Выдавали Конечно И что У меня Тоже есть Запасной Конечно Лежит в шкафу Я хотел спросить В каком Ну тут же Осекся И мне стало Невыносимо стыдно За мое Сегодняшнее Поведение Да и вообще За свои отношения К ней А вот А вот Эта Самарамана Мы остановились Возле любимого Ресторанчика А Без интереса Протянула Химицу Давай как нибудь Сходим Никаку Сколько раз Я говорила Нет Ну просто Ты все время Готовишь А тут Для разнообразия Всю дорогу В голове Крутилось Столько Моисель Столько Фраз Вертелось На языке А сейчас Я мямлил Что то Невразумительное Да Прям как я Сейчас читаю Это свидание И хитно Спросила она Да Ну Да Наверное И она Покраснела Смотрите Как Сразу видно На ее лице Какая-то Неуверенность А я Сделал все Блин Так 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 Все Я правую кнопку Случайно На мышке Нажал А я Сделал все Только хуже Потому что Химицу Покраснела И опустила Голову Так Неско Будто Извинялась Хорошо Как-нибудь Ладно Да По-моему Она не против Даже До школы Я шел Буквально В темпе Спортивной Химицу Еле-еле Успевала За мной А что Даже Возле Школьных Ворот Ничего Не произойдет Сразу В класс В классе Сегодня Было Откровенно Пустовато Потому что Пятница Все прогуливают Все Бухие И Пятница Ничего Удивительного Ну а что Я тогда Здесь делаю Ну тебя Химицу Поточило Учиться Чтобы ты Чтобы ты Был Умный Кезки Привет А вот и Кезки Тут Как тут Ну привет Что-то Ты хмурый С утра Все в порядке Лучше Не бывает Связил я И еще раз Откинул Взглядом Каз Но парта Кэтрин Была Пуста Химицу С самого Утра Увела Мои мысли В сторону От нее Специально Ли Случайно Ли Мне кажется Это было Сделано Специально Неумышленно О как И выразился Специально Неумышленно Вот кто Так еще Сможет Как не Химица Слушайте А может Химицу Понимает Куда Больше Чем Показывает На своем Лице К тому же Она давно Знает Главного Героя Ладно Идем Дальше Однако Вчеряшний Экспорт Все еще Стоял Перед глазами Во всех Деталях А уж Сейчас Он казался Каким-то Особенно Важным Словно Битва Двух Страшных Чудовищ Из Древнегреческой Мифологии Не видел Сегодня Кэтрин А? Нет А что Такое Да Ничего Просто Спрашиваю Просто Значит Мерзкая Улыбка Растянулась От уха До уха Да Просто Я старался Не реагировать На провокации Ник Мы же так И не поговорили А ведь уже Четыре дня Прошло Да Ребят Четыре дня В игре Прошло Как быстро Здесь летит Время А не О чем Говорить Внутри Меня Все Начало Закипать Нельзя Было Допустить Еще Одного Срыва Подобно Вчерашнему Да Тем более На кезке Кезке Это единственный Друг С которым Мы хотя бы Ну Общаемся Более Менее Нормально Не то Что Этот Майкл Не о чем Таких 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 людей Николай Надо Ценить Которые Вот Долг Которые Готовы Принять Всю Твою Боль Эмоции Все Твои Радости И Печали Это Признак Настоящих Друзей Я Стал Подошел К Майклу Который По традиции Читал Книжку Привет Помятую О вчерашнем Инциденте Я старался Выглядеть Максимально Дружелюбно Но Все Таки Не Слишком Он Поднял Голову И Слегка Кивнул Мне Как дела Ну Это Как Посмотреть А Как Посмотреть Это Звесит От Того Что Ты Имеешь В В Ну Ты Даешь Вот Этим Тоном Это По моему Сейчас Майкл Показал Что Ну Не Очень То И Настроен С нами Разговаривать Наверное Все же У него Какой-то Осадок Остался Приколная Аниме Философия Киоски Это Конечно Удивительное Это Конечно Удовольствие Ниже Среднего Но Напуск Ну Напускной Ну Напускной Принти Ну Напускной Претензионный Псевдобуддизм От Майкла Тоже В состоянии Вывести Из себя Любого Ладно Вижу Ты Болтать Не Настроен Хотел Спросить Не Видел Катерин Нет Понятно Спасибо Вот И Поговорили Дальше Продолжать Разговор Не Было Незачем Конечно Майкл Не стал Бы Накидываться С Расспросами Но Ему Этого И Не Нужно Он Может Залезть В Душу По Другому Как Червяк В Яблоко Я Просил Еще Несколько Одноклассников Но Безрезультатно Наверное Со стороны Мои Мои Потуги Выглядели Странно Но Мне Было Наплевать Все Уже Давно Привыкли К тому Что От Меня Можно Ожидать Чего Угодно Слушай А С Какой Целью Ты Расспрашиваешь Кто Видел Кэтрин На Фига Тебе Это Чтобы Увидеть Ее Что Знаешь Что Она В Школе Ну Что Тебе Это Да Что Ты Будешь Делать С Никак Не Давал У меня Покоя Хотя Учитывая То Что Главный Герой Он Сейчас На Эмоциях На Чувствах Он Наверное Головей Не Думает Вообще Ведь Зная Ее Уехала Не Попрощавшись Вернулась Не Предупредив А Что Если Вчерашняя Ссора С Химицу Станет Последней Каплей Естественно Ей Придется Остаться В Японии Ну Вот Сменить Школу Запросто А По-моему От этого Никто Не Пострадает Тебе Даже От Этого Станет Лучше Но Опять Чисто Мое Мнение И Ведь Я Даже Не Знаю Где Она Живет Может Оно И К Лучшему Даже Конечно Остался Некий Шанс Что С Матерью Вернулись Что С Матерью Они Вернулись На Старую Квартиру Но Мне Оказалось Что Не Бывает В жизни Таких Счастливых Совпадений Однако В школе Должны Быть Ее Данные В том Числе Домашний Адрес А Это Значит Что Можно Попробовать Поискать В Учительской Я Там Был Не Раз Примерно Представлял Где Все Находится С Другой С С Сейчас Сам Разгар Учебного Дня Велик Риск Что Меня Поймают Да И Где Гарантия Что Мне Удастся Среди Горб Бумаг Найти Именно Ее Личное Дело Я Глупо Переминался С ноги На Ногу И Никак Не Мог Решиться Тем Временем До Звонка Осталось Сегодня Каких То Пять Минут Пойти В Учительскую Ничего Не Делать Так Вот Опять Стал Сложный Выбор Передо Мной Давайте Подумаем Вместе Чисто Логически Порассуждаем Вариант Ничего Не Делать Что Он Нам Даст Мы Просто Отсидим Дим В Школе А Вариант Пойти В Учительскую Это Найти Приключение На Свою Задницу Почему Б И Нет К тому же Главный Геро Хочет Пойти В Учительскую С Целью Узнать Что Там Скэтрин То есть Он Держится За Чтение Именно Химицу Ну Или Элли На Худой Конец Но Плюс Ко Всему Вот С точки Зрения Игры Если Я Пойду В Учительскую Игра Может Там Можно Увидеть Не Только Информацию Кэтрин Там Можно Чисто Логически Если Так Подать Можно Найти Любую Другую Информацию Например Где Живет Элли Ага Нормально И Когда Станет Выбор Пойти Кэтрин В гости Или Кэлли В гости Я Наверное Выберу Кэлли Так Давайте Подумаю Еще Плюс Ко Сему Мы Не Можем Найти Ту Самую Информацию Которую Хочет Найти Главный Герой В Учительской А Проблем Будет Блин Хоть Чуть Не Сказал Хоть Отбавляй А Вариант Ничего Не Делать Что Он Может Нам Дать Ну С Химицу Мы Будем Возможно Как-то В школе Еще Пересечем С Киоски Может Быть Еще Поговорим Потому Что Чисто Исходя Из Цели Я Бо Не Пошел В Учительскую Я Бо Наплевал На Кэтрин Но С Другой Страны Так Хочется Приключений Я Все Рассчитываю То Что Мы Не Найдем Информацию О Кэтрин Но Мы Найдем Что Другое Может Быть На Эли Опять Наткнемся Или Еще Что Нибудь В Таком Духе Ребят Я Не Знаю Опять Сложный Убор Чат Нужна Помощь А У Меня Нету Чата Самому Придется Думать А Я Думаю Ребят А я Думаю Что Не Так Где Стакан Воды Мой Я Вроде Все Подготовил Но Сижу С Работает Но Чего То Не Хватает Стакана Воды Не Хватает Блин Так Ладно Давайте Думать Я Кстати Обратил Внимание То Что Часы Уже Который День Стоят На Месте Туда Батарейки Надо Новые Вставить Но Опять же Смотрите Вот Этот Выбор Знает Знаете Какая Пословица Здесь Может Сработать Если За Двумя Затем Погонишься Ни Одного Не Поймаешь То Я По Игре Если Как Я Уже Высказывался Вначале Выбирать Между Тремя Девицами То Я Препочтение Отдал Именно Химицу Но Если Мы Сейчас Пойдем В Учительскую И Облажаемся То Мы Мало Что Можем Потерять Химицу Так Еще Кэтрин Можем Не Добиться Хотя Лично Передо Мно Не Стоит Такая Задача Чтобы Вернуть Кэтрин И К слову Да А вдруг Все же С Кэтрин Ну Возможно Получить Какой-то Счастливый Конец Что Если Кэтрин Ну Вот Путь Любви Кэтрин Он Немного Длиннее Чем У Всех Остальных Девушек То С С С С Отношения Можно Выстроить С Полного Нуля То То Есть От Нуля До Любви С Химицу Можно Выстроить Отношения Из Что Если Вот Так Вот Есть Вот Так Вот Так Вот Такое Еще Есть Раздумья У Меня Но Опять Это Все Отвлечение Отвлечение А Выбор Все Стоит Передо Мною Он Никуда Не Счезает Я Думал Может Быть Игра Сама Выберет Что Нибудь Я Был Бо Не Против Но С Другой Стороны Бездействие Это Же Тоже Действие И О Ну Так Хочется Поймать Приключение На Свою Задницу Ну Че Решаем Идем В Учительскую Или Все Же Останемся И Будем Сидеть На Попе Ровно Ну 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 Ладно Ваша Взяла Идем В Учительскую Эх Была Не Была Это Же Приключение Будет Весело Я Надеюсь Ох Я Надеюсь Что Нас Никто Не Застукает Я Шел Быстро Но Не Бежал Чтобы Не Привлекать К Себе Лишнего Внимания И Уже Секунд Через Тридцать Я Оказался Около Учительской Прислушался Внутри Было Тихо Аккуратно Взялся За Ручку И Тут А Нухин Блин Я Так И Думал Я Так И Думал Что Все Так Может Обернуться А По знакомому Голосу У меня Мурашки Побежали По спине К Я Масенс Какая Приятная Встреча Директор Не Скрываем Раздражение Вперся В меня Взглядом А Мохин Кун Что Вы Тут Делаете Извольте За Выражение Третесь А Что Вы Тут Трете К Я Масенс Как Можно Просто Захотел Зайти Спросить Старик Продолжал Внимательно Смотреть Мне В глаза Я Вы Просто Стояли И Подслушивали Да Как Вы Можете Что Бы Я К Я Масенс Да Никогда В жизни Вот Вам Крест А Мохин Кун Хватит Ломать Комедию Говорите Что Вам Нужно И Все Таки Мои Планы Опять Стреском Провалились Впрочем Почему Вы Не Спросите У Него Глупая Затея Как Не Посмотри Но Не Более Глупо Вы Правы У 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 Ну И Как У У У У Мисс Гинтрас А Что С Ней Директор Как будто Что Понял Скинул Брови И Даже Сделал Полшага Вперед Только Не Говорите Что Вы Ее Тянули В Сво Что Вы Ее Тянули Сво По Стыдное Антисоциальное Поведение Нет Я Кияма Сенсей Побойтесь Бога Чтобы Я Портил Приличную Девушку Если Я Вас Здесь Если Я Вас Здесь Только Терплю Потому Что У Меня Нет Формально Повода Выгнать Вас То Мисс Вентрес Примерно Ученица С Блестящим Будущим Мы Все Очень Рады Что Она Вернулась В Нашу Школу Кияма Сенсей Никто И Не Спорит Кияма Сенсей Ну Старик Уже Завелся И Попросту Не Обращал На Меня Внимание Словно Толкая Речь С Трибуны Перед Толпой Школьников Конечно Очень Жаль Что Никому Вас Некому Вас Наставить На Путь Истинный Дать Мудрый Совет Ну Все Но Все Это Не Делает Вам Право Разворощать Других Кияма Сенсей Да Я Не Такой Я Повторил Я Уже Громче Ведь Ваша Жизнь Это Только Ваше Дело Но Ломаться Будет Других Людей Это Уже Преступление Кияма Сенсей Вот Вам Крест У Меня Слежка На Хвосте Это Мне Кто Жизнь Ломает Прокричал Я Чтобы Сломать Жизнь Мисс Вентрес Мне Для Начала Надо Ее Найти Потому Что Ах Вот Как Похоже Директор Все Таки Восстановил Некую Связь С Реальностью И Я Хотел Узнать Ее Нынешний Адрес В Токио Анохи Кун Вы же Понимаете Что Мы Не Можем Разглашать Личную Информацию Учеников А Что Тут Такого Личного А Если Я Захочу И Отнести Домашнее Задание Например Кияма Сенсей Нахмурился И задумался Мой вопрос Его явно А задача Вот Вот Помните Я говорил То что Японцы Это Систематические Люди И то что Они Они Зубрят Все в школе Если Какой-то вопрос Задать Точно Такой же Вопрос Вернее Как Знаете Если Задать Им Один вопрос На который Они будут Знать Ответ То Они На него Ответят А Если Им Задать Другой Вопрос Ну С Подковыром Но Смысл Вопрос В жизненной Системе Координат Старого Директора Все Было Выстроено Четко С Истинной Японской Точностью И Дотошностью Он Не Понимал И Не Принимал Все Что Выходило За Рамки Но При Этом Его Ставили В тупик Ситуации Когда Что То Внутри Систем Работало Не Так Как Должно Проще Говоря Кто Из Одноклассников Вполне Мог Отнести Кэтрин Домашнее Задание Да То Что Он Не Может Дать Ну Нам Адрес Кэтрин Лишь Потому Что Нельзя Разглашать Личную Информацию Учеников Это Нельзя Но С другой Стороны А Если Например Ей Надо Домашнее Задание Типа И Вот Знаете И Сразу Мы Сломали Директора Несите Нового Для Этого Очевидно Надо Было Знать Ее Адрес Сказать Его Мне Значит Покрыть Себя Позором Несовместимый С жизнью Настоящего Самурая Анохик Кун Я рад Что Вы Теперь Подбирать Слова Было Куда Сложнее От Пламенных Речей Осталось Лишь Эха То Я хочу Сказать Что Не Вам Беспокоиться Об Успеваемости Других Следите Лучше За Своей Да Я Лучше Всех Знаю Предметы Кияма Сенсея Трижды Лучше Ну а Причем Тут Моя Успеваемость Вообще Он Явно Собирался Еще Что Сказать Но Тут Прозвенел Звонок На Уроке Директор С обличением Вздохнул И бросил Напоследок Слушайте Мы Очень Хорошо Держали Директора За Шкирку Я Надеюсь Мы Закончили Да Уж Закончили Ворщала Себя Поднос Направляясь Назад В Класс Да Вот Слушайте Мне кажется Это всегда Было Всякое веселее Чем просто Сидеть на жопе В классе Да Уроки шли Своим чередом В классе Было непривычно Тихо Я не узнал Адреса Кэтрин И знал я Также Почему Ее нет В школе Вот В принципе Я ожидал Такого Вот такого Вот исхода Что мы не узнаем Адрес Кэтрин А что Найдем Какое-то Другое себе Приключение Я все же Ждал Что мы встретим Какую-нибудь девушку Например Элли Но никак Не ожидал Что мы встретим Директора Хотя Такой вариант И надо было Тоже рассматривать Ладно Идем дальше Впрочем Что в этом Странного Она исчезла Из моей жизни На полтора года А тут Всего один день И я уже Развожу панику Неприятное чувство Как будто Ничего не изменилось После ее возвращения Я все так Я все так же Рефлексую И накручиваю себя Просто теперь У меня появился Реальный повод Добиваться разговора С ней Выяснение отношений Реальный повод Для надежды И нет Впереди Осязаемые цели Нет Нет сценариев Поражений Или победы Есть только Серые дни Следующие Друг за другом Как серые облака По небу В дождливый день Я не верю Что будет Как прежде Не верю Что будет Значительно хуже Потому что Хуже уже Быть не может Мне просто хочется Чтобы меня поняли Ох Николай Химицу Есть Для того Чтоб тебя Поняли Да и к тому же Я опять Что я хотел сказать Про Кэтри Но что-то С языка слетело Поражение Победы Следы Друг за другом Я не верю Что все будет Прежде Николай Ничего прежде Уже не будет Поверь моему опыту Не будет Ничего прежде Не конечно Есть редкие Исключения Когда опять же Ну я уже Оговорился От неноси До любви Все же можно Проделать обратный путь Но Будет ли Ваша любовь По настоящему Такой же Как прежде Потому что Я бы не стал Идти за Кэтрин Вот ей богу Не стал Может быть Тогда что-то Изменится Я чувствовал себя Смертельно больным Человеком Которым Осталось жить Каких-то 50-60 лет Блин Я начинаю Ловить депрессу От этого монолога Может быть В такой ситуации Надо стараться Ухватиться Максим Ухватить максимум От жизни Стараться проводить Каждый день Как последний Вот Вот это Правильная мысль Вот это Правильная мысль Или тебе В помощь Да Только Все равно Почти любой На моем месте Опустил бы руки Зачем Пыжиться Если конец Неизбежен Это мышление Японцев Николай Ты не такой Если Если одно Может изменить Что-то В моей жизни Вера в то Что все Что я делал Не напрасно Что все это Было нужно Не только мне Но и еще Кому-то Возможно Да мне кажется Кезки тебе Наоборот Завидует Даже В таком Положении У него Кроме Манги Ничего В жизни Нету Не смеется Лишь Химицу Ведь она Всегда Была Рядом Она Видела Все От начала И до Конца Она Понимает Ей Не Наплевать Она Как Медсестра На поле Боя Заботящаяся О поверженных Но Еще Живых Бойцах Но Почему Я Тогда Не могу Любить Ее Так Как До Отчизна Религия Любовь Легко Придумать Погероически Умереть Оставив Свой след В истории Или Хотя Бо В памяти Близких Куда Сложнее Придумать Причину Жить Когда Абстрактные Понятия Словно Остяк Развивающейся Натражеской Крепостью Исчезают Мутные Дымки Серых Бурей А Серых Будней В моей Жизни Не было Смысла Я Лишь Хотел Чтобы Признали Мои заслуги В минувших Битвах Оставленные Всеми Ослепленные Отгоревшим В палахах Некого Великого Чувства Я Бесцельно Бродил По Постепшему Полю Боя Я Уже Не верил Что А в то Что Меня Сможет Спасти Химица Зачем Ей Нужен Смертельно Больный Калека Не верил Я В то Что Смогу Вновь Войти Смогу Вновь Найти Своё оружие И на ощупь Броситься Вперед К далёкой Далёкой Цели Надежде Не выиграть Но умереть Обретая Последние Секунды Счастья Блин Я словно В голове Главного Героя Побывал Это Всё Эмоционально Тяжело Воспринимается Ребят Я не знаю Я конечно Человек Эмоциональный Но я Стараюсь Держать себя В руках Но если Есть люди Которые Более Эмоциональные Я могу Представить Какой Депрессняк Они сейчас Ловят Эй Ник Заснул Что Ли А Вообще Я был Склонен К рефлексии Но Всё же Они Не Управляли Моей Жизнью Оставаясь На неком Экзотическом Уровне Ладно Я не буду Перечислить От слова Иначе Я бы Я уже Давно Спился Или Наложил На себя Руки Так Укёцкий Рот Пропал Если Разработчики Это Смотрят Я Обращаю Ваше Внимание Надо Доработать Потому Что Некоторые Моменты Физии Героев Очень Уж Страшные Ты Конечно Обычно И так Душа Компания Но Сегодня На тебя Просто Жалко Смотреть Но Спасибо За Участие Что Что Опять С твоим Лицом Кёски Это Всё Из-за Кэтрин Кёцкий Кёцкий Поедим Что Хотелось Просто Ненадолго Отлечься От Тяжелых Мыслей Согласен Согласен В этих Тяжелых Мыслях Можно Просто Утонуть И Даже И Даже 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 Не успеть Понять Как это Случится А Следом Ты Не сможешь Из них Выплыть Сегодня В столовой Не пришлось Толкаться Кёцкий Знал Все Озек И Обходные Пути Да И Отношения С Продавщицами У Такого Упитанного Молодого Человека Были Прекрасными Мы Уседали Посреди Зала Как Крали Отчего Мой Японский Друг Выглядел Особенно Потешно Это Всё Немного Подняло Мне Настроение Смотрели Вчера Игру? Спросил Майкл Лениво Ковыряя Ложкой Рис А то Само Собой В третьем Где Ининг В третьем Ининге Что такое Ининг Это Такой Аналог Тайма Или сета В футболе И теннисе Соответственно Или в Японии Есть Какой-то Ладно Читаем Дальше Я Никогда Не смотрел Не понимал Увлечения Японцев Баскетболом А Бейсболом Подожди Без Подождите 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 Ининг А в бейсболе Разве Ининг Ну Наверное В Японии Какие-то Свои Понятия Ладно Идем Дальше Или Скорее Не понимал Я суть Самой Этой Игры Вот Сразу Видно У тебя Нету Дэнди Хотя Я Видел У тебя На кухне Есть Фомиком Я Не обратил Внимания Но Я Видел Я Видел Это Странно Что Ты Не Играешь В игры Ну Конечно Не сложно Заметить Правила Конечно Не сложно Запомнить Правила Но Мне Всегда Было Более Интересно Казалось Традиционные Виды Спорта Фотбол Баскетбол Хоккей А тут Майкл И Кёски Америка И Япония Возможно Единственные Две Страны Где Вообще Популярен Бейсбол Так Что От них Разговоров Я Начал Откровенно Скучать Ну Что Заладили Предложи Другую Тему Невозмутимо Парировал Майкл Да Какие У меня Темы Настроение Но Стало Хуже Некуда Недавние Рефлексии Обаюли Меня Своей Новой Силой Ник Ну Так же Нельзя Сочувственно Пробукнил Кёски Согласен Надо В любой Ситуации Мыслить Позитивно Это Странно Слышать От тебя Майкл Я Обычно Я думал Что Ты не умеешь Мыслить Позитивно И негативно У тебя Только Одно Направление Мыслей Безэмоциональное Я был Измотан Морально Просто Устал От всех Этих Мыслей Так что Злиться На них У меня Уже Даже Не Осталось Сил Чтобы Вы Понимали Иногда Достаточно Простой Поддержки Да Ник Мы же Твои Друзья Эх Ребята Не Все Так Просто Психологи Уверяют Что Нельзя Все Держать В себе Нравоучительно Сказал Кеске А что Будет Кеске Сердце Пополав Что Ли Порвется Что То Я Тут Не Вижу Психологов Иногда Выговориться Тоже Бывает Полезно Близкому Человеку Мэкл Выглядел Как Всегда Невозмутимо Конечно Нет Ничего Страшного В том А Странного В том Что Друзья Пытаются Мне Помочь Но Меня Никак Не Оставляла Мысль Что Они Преследуют Какие-то Другие Свои Цели Они Преследуют Одну Цель Как-то Ну Не знаю Приободрить Тебя Они Просто Сами Могут Этого Не Понимать И Поэтому Ты Этого Не Чувствуешь Николай Я Бо Не Стал Отворачиваться От друзей Я Б Я Б Аккуратненько Но Как-то Б Выговорился А Кто Знает А Вдруг Какое-то Случайно Киданное Слово Со стороны Друзей Может Тебе Как-то Помочь Вдруг Вот Это Вот Случайно За Это Ты Можешь Хватиться И Это Тебе Может Помочь В Как Рыба Прилипала Питается Слухами И Сплетнями О чужой Жизни Это Он Про Киоски Да Что Там У него Даже Есть Некое Подобие Своей Информационной Сети В школе Хочется Верить Что В этой Сети Не Научиться Не Начнутся Пересуды О моей Жизни Но Если Киоски Все Но Если С киоски Все Было Достаточно Просто То Вот Майкл Он Постарательно Делал вид Что Интересуется Моей Ситуацией Поскольку Поскольку Но Почему Мне Казалось Что Все Таки Далеко Это Было Не Так Очевидно Ну Допустим Ты Не Совсем В Курсе Я Не Сразу Подобрал Слова В Курсе Предыстории Возможно Холодно Ответил Холодно Ответил Майкл Так Ты Нам Расскажи Делов Хватило И Моментального Взгляда Чтобы Кески тут же Замолчал Это Не Секрет Ты Не Подумай Просто Ну И Действительно Что Мне Скрывать Наши Прошлые Отношения С Кэтрин Не Тайна На Самом Деле Многие В школе Знают Про Них А Я Веду Себя Так Будто Хочу Сберечь Что То Сокровенное Ведомое Только Ведомое Только Мне И Может Быть Катя Это Глупо Но В тот Момент Я Не Мог Просто Поступить По Другому Так Он Предысторит Нам Сейчас Расскажет Отношения С Катей Если Да То Это Очень Много Бы Поставило На Свои Места И Возможно Бы Как То Даже Повлияло На Мой Выбор Выбор В Пользу Не В Пользу Кати Или Наоборот Повлияло Бы Выбор Я Б Много Понял Из Этой Ситуации Очень Много Расскрылось Деталей Тогда Я Наверное Понял И Простил И Тогда Упоследовал Принцип Главного Героя Ухлестал За Катей Но Пока Что Выбор Это Явно Не Катя Так Время Это Уже Час Почти Доходит Надо Как То Логическую Точку Завершения Найти Так Неприятный Разговор Когда Сам Собой Сошел На Нет И Мы Закончили Обед Тонсительно Спокойно Подожди Я не понял В этот Момент Он Рассказал Им Что Или Нет Уроки Тянулись Мучительно Долго Ну Вот Наконец И Последний Звонок Я Медленно Собирал Учебники И Тетрадки А Около Моего Сола Уже Материализовалось Словно Вынурнув Из Пространственного Времени Химицу Я Не буду Читать Так Из Тран Трансварпа Трансварп Термин Из Великой Из Вселенной Звездного Пути Обозначающий Технологии Позволяющие Преодолеть Ограничения Стандартных Варп Двигателей В общем Очень быстро Это Такие Томашние Телепорты Что ли Или Какие-то Не знаю Кроличьи Норы Что ли Ну не кроличьи Норы А скорее Ладно Идем дальше Никаку Пойдем домой Она мило Улыбалась Да Смотрите Какая она мила Мила Как всегда И пожалуй Куда милее Чем в последние дни Я не имел Ничего Против Этого Но мысли О том Что я Как Что я Так и не Выяснил Куда Пропала Кэтрин Не давали Мне покоя На что Предпринять Логично Казалось бы Всего Два Варианта Пойти Туда Где Она Жила Раньше И попытаться Разыскать Ее Мать С одной Стороны Были Некоторые Шансы Что Они Вернулись В ту же Квартиру Где Жили Раньше Почему Бы И нет Ведь Квартира Наверняка Посольская С другой Стороны Ее Мать Все Таки Человек Достаточно Известный Так Что По Идеи По Идеи Я Не смогу Найти Ее Без Особых Проблем Проблем Так Надо Воды Выпить В то же Время Противный Голос Разум Нашептывал Что Кэтрин Нет В школе Всего Один День Рановато Для Паники Эй Прием Земля Вызывает Никакуна А Да Извини Я Задумался Так Проверить Старую Квартиру Кэтрин Попытаться Разыскать Ее Мать Пойти Домой С Химицу Ну Мне Кажется Выбор Очевиден Идти Домой С Химицу Какой смысл Искать Кэтрин Ее Мать Вот С точки Вот Чисто С моей Личной Точки Зрения Я бы Не Стал Выбирать Первый Второй Вариант Но Главным Героем Это Надо И тут Игра Наверное Думает Что Я Все Ж Вживаюсь В Роль Главного Героя И Что Я И Есть Главный Герой Но Не Более Я Просто Отыгрываю Его Роль Чисто Из Каких Своих Убеждений И Поэтому Мои Убеждения Говорят Что Не Надо Искать Кэтрин И Не Надо Искать Тем Более Ее Мать Типа Нафига Понятное Дело Надо Идти Домой С Химицу Но Опять же Смотрите Вот Опять же Чисто Мои Наблюдения Давайте На секунду Остановимся Чисто Мои Наблюдения В Большинстве Выборов Подобных Выборов Именно В Этой Игре Очень Часто Фигурирует Выбор С Химицу Очень Часто Он Присутствует Как Альтернативный Выбор Вот Например Пойти На Крышу Или Пойти К Химицу Или Там Сидеть В Классе Или Пойти На Обед С Химицу Или Опять Же Там Что С Магазином Еще Помню Был Какой Твой Выбор Связан Очень Часто Присутствует Химицу В жизни Главного Героя Очень Очень Так Знаете Навязчиво Нам Ее Дают А Вот Эти Выборы Словно Это Сам Главный Герой Который Пытается Просто Отказаться От Химицу Как Но Не То Чтобы Как От Человека Скорее Как От Фигуры На Шахтанной Доске Просто Он Не Использует Как Фигуру Хотя Наверное Использует Не Очень Хорошее Слово В Дан Контексте Так Знаете Что Я Тут Подумал Давайте Конечно Мы Пойдем Дом С Химицу Хотя Блин Все Же Хочется Узнать Предыстория Значит Игру Придется Мне Перепроходить И Наверное Даже Не Один Раз Хотя Вот Зная Опыт С Бесконечным Летом Там Тоже Надо Было Игру Перепроходить Несколько Раз Чтобы Складывалась Полная Картина Всего Происходящего Чтобы Главные Герои С которыми Мы Встречались Они Полностью Раскрывались Так Ну Я Думаю Вы Уже Поняли Мой Выбор Конечно Мы Идем Дом С Химицу Вот Так Странно Получается Ждал Полтора Года А Теперь И Один День Протерпеть Не Могу Несостояние У Кэтрин Могут Быть Десятки Причин Чтобы Пропускать Сегодня Занятия Ну Да У Нее Ж Были Десятки Причин Бросать Тебя Полтора Года Назад А Тут Всего Один День Мне Кажется Николай Мне Кажется Ты Слишком Муж Сильно Себя Накручиваешь У тебя Есть Химицу Смотри Какая Она Милая И наверняка Почти Все Они Никак Не Связаны Со Мном Вот Тем Более Я Уже Говорил Наверное Вот Это Из Разговора Химицу И Кэтрин Было Понятно Что Ты Не Нужна Этой Кэтрин И Даже В Баре Когда Вы Встретились Чисто Один На Один За С С С Е Е Коктейля Который Ты У Нее Так Ехидно Выпил Опять Же Из Ее Эмоции Из Ее Манера Разговора Было Понятно Что Она К тебе Холодно Относится А ты Ей Не Нужна А Если Нужен Только Для Какого То Условленного Предмета Так Не Связано Со Мной Пойдем Ладно Ребята Давайте На Этом Остановимся Пока Что Хорошо Надо Сдел Перерыв Я Далью Себе Сейчас Немного Воды И Продолжим С Этого же Места Хорошо Далеко Не Уходите